книга открытым оком тема старообрядцы том 3 вопрос 946 у поморских старообрядцев нет причастия почему и спасутся ли они отвечает игнатий тихонович лапкин это все последствия не столько никоновской реформы как диониковская диониковская диониконовская бездуховности необразованности когда люди вообще не исследовали писание и не имели его все уперлось в персты в иконы нашлись вожди начетники наставники нет ни одной христианской секты столь невежественной в писании как старообрядцы беспоповцы когда к старообрядцам перешел митрополитом в россии от которого идет хиротония белоконитской иерархии то казалось все старообрядчество мгновенно соединиться по теории так оно должно и было случиться ибо только в россии не покорившийся никоновской реформе старообрядцы уже разбились на 48 толков и течений я очень хорошо помню как из киржаков без поповцев в нашем поселке потеряевка в начале 60-х годов пришел к священству мой родной дядя степан дмитриевич лапкин человек очень умный и уважаемый односельчанами под старость он крепко задумался о своей душе и обложился старинными книгами как правило почти все они были служебными беспоповскими и в каждой из них он находил и иерей глаголит и иерей подает и иерей возглашает то что иерей есть священник он узнал сразу и читая жития всюду он находил слова причастия теле и крови господне он тоже сделал розыск если такие люди кто сможет ему объяснить где найти священника без которого нельзя спастись и он из ранены еще в первую германскую хорошо экипировался в несколько тетрадей печатными славянскими буквами часть его записей хранится в моем архиве и до ныне записал все свои вопросы духовные хозяйственные попутно он тут же выехал барнаул и бог привел его к старообряческому священнику белоконитской иерархии отцу роману павлов он сразу же познакомился с александром ивановича мустиновым и буквально влюбился в него и он отныне никому не давал покоя ни днем ни ночью исключительно волевое с тихим голосом насмешливый и ироничный со старообряческой мрачностью он весь преобразился лице его как-то необычайно светилась поражая все глаза его ликовали он повторял нашел нашел и вот тут же довершили миропомазанием и он причастился он стал рьяно проповедовать в нашем поселке но все это тихо по келейному всем знакомым и всех их приводить к священнику и причастию него не нужно было уговаривать что-то доказывать он принял все сразу без остатка что могли дать ему новые учителя не имея библии евангелия они конечно не могли этого дать ему для него все благовестие заключалось словах священство и причастие узнав что центр старообрячества находится в москве на рогожском кладбище он сразу же среди зимы выехал туда он плыл в своей стихи и повторяя мой отец тоже находился в этой церкви но приехав в сибирь вынужден был по великой смертной нужде присоединиться к киржакам иначе ему не нарезали землю но в душе его отец не изменил истине и тосковала причастие вскоре поехал в рязань чтобы причаститься у своих и там причастившись в тот был убит родным братом при матери за столом я разговаривал с дядей степаном не раз после того и не узнавал его его тихой радости восторгу не было конца какие бы недостатки он там не видел это вызвало у него детский восторг радости до чего же там хорошо ах как хорошо на рождество там молились в летнем не отапливаем огромном храме и он с мельчайшими подробностями рассказывал о всем виденном и поглаживая свою лысину восторгался и голова даже не мерзла а по стенам и всюду висел и не вот что значит жажда истинный поиск любви позже я достал для него новый завет на русском языке он тоже обольщался как я серьезно полагаю что стоит только людям открыть истину и они сразу ее примут он поехал в соединение он поехал соседний деревник без поповцам и огорченно вернулся ни с чем евангелие ты она 1 глава 11 стих пришел к своим и свои его не приняли старообрядцы поморского согласия это православные люди но самые настоящие раскольники один бог знает кто спасется но евангелие говорит что кто не принимает причастие она преподается только рукой иерея не имеет в себе жизни евангелие то она 6 глава 53 стих иисус же сказал им истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни жизни